Всем привет, книжные полки! Расскажу о интересной книге, которую я прочитал на новогодних праздниках, и она мне настолько понравилась, что я дал ее всей своей команде почитать и попросил внимательно ее изучить. Книга называется «Эссенциализм. Путь к простоте». Автор Грег Маккеннон. Казалось бы, достаточно очевидные вещи про то, что нужно делать. Главное — ненужное не делать. Мы и так все знаем это, но в книге очень здорово расставлены акценты. Даже несмотря на то, что буквально за неделю до прочтения этой книги я рассказывал про то, как важно фокусироваться, я с огромным удовольствием прочитал книгу и почерпнул для себя важные вещи, опять же, наверное, с точки зрения расстановки акцентов. Я не буду пересказывать книгу, поскольку надеюсь, что вы ее прочитаете сами. Настоятельно вам это рекомендую. Скажу лишь самое-самое важное, наверное, что я заметил. Основное то, что эссенциализм — это путь, как сделать меньше, но лучше. Когда вы выбираете лишь главные действия, остальное вы все откидываете. Отсюда два следствия. Первое — это то, что мы почти всему говорим «нет». Когда возникает куча идей, может быть, даже хороших. Когда возникает куча предложений что-то поделать. Когда возникает куча просьб от знакомых, друзей и тому подобное с чем-то помочь. Мы почти на все говорим «нет», потому что это захламляет наше время. Выделяем лишь важные вещи, на которые мы концентрируем нашу энергию и делаем их хорошо. И вот это второе следствие, то, что те немногие вещи, которые мы делаем, мы делаем очень хорошо, с отличной подготовкой и настраивая наш мозг, как некий механизм, который должен работать нам во благо. Больше всего мне понравился пример из книги о пловце Майкле Фелпсе, которым, наверное, знают все. Человек, который больше всех медалей олимпийских собрал за всю историю Олимпиад. Интересный пример, как он настраивает свой мозг на соревнования. За два часа до соревнований он приходит в бассейн, где проходит соревнование, делает пробный заплыв, причем у него заплывы там чуть ли не на полтора километра, разными стилями. После этого он выходит, принимает специальный душ под определенной температурой, находит определенное место в раздевалке, так, чтобы с ним никто не разговаривал, никто рядом не сидел, слушает плеер, определенную музыку, вполне конкретные треки, которые настраивают его на нужный лад. Потом, когда уже необходимо выходить на старт, у него есть определенная рутина, на которой он следует, чтобы выйти на старт правильно, по команде вытащить сначала из одного уха наушник, потом из другого, потом правильно выйти на тумбочку, потом все время представлять, как он дальше будет плыть и как он будет побеждать. И потом уже, когда звучит выстрел, все прыгают в воду, он уже выполняет программу, которую заранее заложил. И тренер его в моменты, когда Феллпсу нужно поднажать, всегда кричал «включай кассету», что означает «вспоминай вот эту рутину, которую ты всегда выполняешь для того, чтобы победить». Он эту рутину выполнял всегда. Он как бы визуализировал свой успех, и когда ему нужно было уже прыгать в бассейн и ставить рекорды, для него это было не начало какого-то нового действия, а лишь продолжение длинной рутины, которая начиналась от захода в бассейн за 2 часа до этого, а по сути даже еще за ночь до этого, когда он там слушал правильную музыку и настраивал себя и проигрывал себя в голове, что должно произойти. Вот таким образом Феллпс настраивал себя на победу, настраивал свой мозг как механизм. Находить такие способы, обхитрить свой мозг, заставить его работать правильным образом, так, как мы хотим работать, чтобы у нас не было сомнений, волнений и прочих каких-то отличающих факторов, это тоже часть инсенциализма, которая очень здорово помогает. Вот этим, возможно, меня впечатлила книга, и поэтому я ее всем рекомендую. Про настройку мозга как механизм я расскажу далее чуть подробнее, об этом очень здорово рассказано в книге «Принципы Рея Далио». И, кроме того, об этом здорово рассказывает профессор Фогг из Стэнфордского университета. Но это целый большой вопрос, которому мы посвятим отдельное видео, я думаю, что даже не одно. Пока что посмотрите, пожалуйста, книгу, вам она очень понравится, и помните, что лучше делать меньше, но лучше, чем куча всяких книг. Спасибо, до связи. Субтитры подогнал «Симон»!